Всем привет! Сейчас будем делать напильник. Приступаем! Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот кусочек фанеры прямоугольной будет основанием. Вот на этих поверхностях будет наклеена наждачка. Вот это и будет весь напильник. Ну и для эстетических целей и чтобы не запороть себе занозу в руку, надо обработать наждачкой крупной, потом помельче, потом еще помельче. Сейчас я шкурю наждачкой зернистостью 40, чтобы просто сделать эту грани прямой. Ну вы поняли, наждачка просто наклеена на доске. Ужасная фанера, но она подходит. Она мне подходит. Теперь перехожу к более мелкой наждачке. Я даже не помню какого она номера. Перехожу к шестиковой наждачке. Самой мелкой в данном случае. Вот чего я добился. Теперь эту деревяшку можно нормально держать в руках. Ничего не колется. Идем дальше. Основание готово. Это у меня наждачка 240 зернистостью 240. Это помельче зернистостью 400. Теперь нужно вырезать от этой кусок, от этой прямоугольный кусок. Так, чтобы по размеру они соответствовали основанию. То есть, чтобы можно было наклеить так, так и так. Это будет ширина и длина, чтобы было примерно половину основания. Сейчас измерим, запишем. Так, этот есть. Ну-ка примерим. Теперь делаем. Вот, будет вот такой напильник. А здесь будет вторая наждачка. То есть, если будет и здесь наждачка, и здесь наждачка, то напильник будет автоматически с хорошей ручкой, которая никогда в жизни не будет скользить. И в то же время у него будет аж два варианта зернистости. Итак, у нас есть основание и две наждачки. Наждачки разной зернистости. Дальше их нужно приклеить. Я беру клей 88 Профессионал. Это зверский клей. Он очень практичный и очень прочный. Дерево немножко впитывает, поэтому надо его довольно много. Мало того, что дерево впитывает, так еще и ткань на наждачке будет впитывать. Промокнули. Пару секунд на воздухе он начнет полимеризоваться и можно будет прикладывать. Нормально смочилось все. Добавим немножко. Угуи не смочились. Пару секунд на воздухе. Как видите, стол я свой не жалею. И клей на него ставлю, и наждачку на него ставлю. Ну вот, получилась широкая сторона, узенькая сторона. Пройдет 10 минут, еще раз все прижму. Практически все. Продолжение следует.